А вот когда Господь нам предлагает для нашего спасения, вот мы, значит, покрестились, и Он нам говорит, чтобы вот, значит, тебе спастись, тебе надо взять свой крест и последовать за мной, то мы, конечно, сразу такая первая реакция, ну а зачем это вообще нужно? Вот, и не очень-то это хочется, и чтобы нас убедить, чтобы нам показать на своем примере, что, значит, не говорить, что ты давай вот так делай, и Он показывает на своем примере, говорит, следуй за мной. И вот если бы в какой-то пустыне человек это жажда, вода источник, но наш добройти по колючкам, которые, значит, преграждают путь голыми ногами, то, значит, как бы ни было тяжело ногам, колко человек бы так это все равно по этим бы колючкам пошел, лишь бы ему набиться и не умереть от жажды. Так вот и нас Господь призывает и говорит, кто хочет душу свою спасти, он может ее погубить. И вот поэтому мы должны знать, что вот эта вот благодать, которая была человеку дана, это состояло в том, чтобы мирное было такое вот внутреннее состояние. И вот после грехопадения человек потерял внутренний мир. И как царь Горида говорит, нет мира в костях моих от лица грехов моих. И вот именно мы видим, что чем больше мы начинаем молиться и поститься, тем больше искушений, и мы начинаем сердиться, гневаться. И вот для этого и нужно так духовно поработать над собой и прежде всего оценить самого себя, как мы поступаем в критических ситуациях. И нужно, конечно, покаяться и не глядеть, не смотреть ни на обстоятельства, ни на людей, ни на какие-то искушения, испытания. А именно это все нам дано и попускает наш Господь, чтобы мы очистили себя. И сами по себе вот это вот, значит, распять плоть, как говорит апостол Павел, с похотьми, со слосьми и похотьми. То есть вот нужно распяться ветхому нашему человеку, греховному, той греховности, которая присуща после грехопадения каждому человеку. И в нового, чтобы облечься нам в нового человека. И как сам Господь говорил, на примере своем указал, когда был приведен к Пилату и на суд первосвященников иудейским, что говорил, если бы мое царство было вот здесь, сейчас, я бы вот сказал своим воинам, они бы пришли, значит, легион воинов, и навели тот порядок, который присущий царю. Но наше, он говорит, царство другое, где не гневаются, где прощают, где не обижают, где смиряются и где не противятся злому. И вот так и мы должны знать, что самое главное, будут такие испытания, там вот такая вот правда, там Христос, там Христос. А вы, говорит, не выходите из состояния мира, чтобы именно мы не оправдывали свой гнев, ни какими-то поступками, ни обстоятельствами жизни, ни, значит, не поведением других людей, а именно вот духовно, духовно так работали над собой. И эти вот обстоятельства, они сейчас, надо сказать, они для нас не тяжелые. Это испытания и, значит, и распятие от нашей своей собственности, собственной греховности, что мы видим, сами мы и не можем воздерживаться ни в словах, ни в пище, ни во взгляде, ни в своих чувствах. Знаете, все мы себе, значит, дозволяем и разрешаем. И вот эти вот скорби испытания, они и нужны, чтобы мы сами себя вот этого вот ветхого человека распяли, чтобы мы обновились. И скорби и от других людей, которые тоже, которые с нами вместе рядом здесь. Но они нормальные люди, они, знаете, такие же, как и мы грешные. И мы должны посоучаствовать в деле спасения тоже и этих людей. И также и скорби испытания, которые посылаются нам и за грехи предыдущих наших поколений. Что, значит, тоже были наши предки, жили и, надо сказать, что ушли не совсем полностью очищенные и в таком состоянии. И вот поэтому нам тоже нужно вот эти вот скорби, они нам нужны для воскресения из мертвых наших родственников. И это все вот для нас выполнимо и нетрудно. Ну вот, как правило, если человек не возьмет свой крест, что лучше, лучшего все равно не будет у него. Без креста невозможно спастись. То тогда будут еще хуже обстоятельства. Раз ты не хочешь сам вот это вот, значит, обуздать себя. Сам, значит, вот такой страх Божий поимет. Придет, вот тебя возьмут враги. И, значит, как это царь Моносия. Он считал себя хозяином положения, не думал, что все зависит от Бога. И хотя он царь, надо, значит, отбираться на его заповеди, возгордился и был пленен. И в плену ему, как бы, в нос селью в гели, значит, посадили в клетку деревянную, на валах провезли. И плевались на него, и на племенники, и кидали камнями. И вот тогда он все понял, и начал вот эту вот молитву Моносии, царя Иудейского. Она тоже, значит, на вечернем богослужении, на вечерней, на полоночнице вычитывается в монастырях. И мы вот в Великом посту, на Великом повечере тоже ее с вами слушали. И если не только вот то, что сейчас есть, а то, что еще и будет, может быть, что возникнут или какие-то катаклизмы, или изменения в природе, что тоже мы должны вспомнить, вспомнить пример Ноя, который, вот видя приближающуюся такую опасность, что должен быть потоп, он начал строить ковчег. Так и тут мы видим, что это и сейчас тоже присущее, что природа изменяется, и неизвестно, что будет. И тоже мы вот должны духовно работать над собой. Если нужна какая-то жертва по отношению к нашим близким, что, знаете, поменьше где-то там болтать или еще что-то делать, то мы тоже вспомним Авраама, который ради Бога был готов принести и в жертву своего сына, сына Исаака. Если будут по отношению к нам какие-то, знаете, по отношению со стороны наших близких, или будет нам грозить и потеря имущества и так далее, то вспомним Йога многострадарного, который и все свое имущество потерял, и, значит, и 10 детей у него сразу же сгорели, и, значит, и болезнь неизлечимая его постигла, но он и в таком состоянии тоже прославлял Бога. И святых, вспомним, и святых апостолов, и всех мучеников, которые последовали за Богом, значит, они все принесли себя в жертву, и все прошли через крест и страдания. И не то, что это для нас неудобо выполнимо, что это как-то вот трудно, знаете, и нам это очень тяжело, а наоборот, говорит Господь, иго мое благо, и бремя мое легко есть. То есть, если человек вот так вот это все преодолеет, приступит к этому духовному деланию, к работе над собой, что чем больше будет испытаний, тем больше будет и подаваться благодати. И когда мы видим, что, значит, и львы лизали, значит, и ноги избранникам Божьим, и их бросали в звездку, но они прославляли и там, и в печку огненную, но, значит, Божия благодать и милость Божия, вот Божия нигде человека не покидала. И если вот человек, значит, вот на кресте, крест он возносит человека от земли на небо, к небесному, знаете, то же самое, если человек будет в своих страданиях, в своих испытаниях, будет смотреть на крест крестов, что именно, и посмотрит, скажет, он, время пришло, значит, вот Христос позвал меня, и, значит, посмотрит человек в своей жизни на крест Христов, то с помощью вот этого вот креста, конечно, будет ему очень легко все это, будет он все легко, будет ему это все легко, легко преодолеть. А как это, опереться на крест Христов? Это опереться на его учения, на его Евангелие. И он говорит, кто не постыдится меня и моих словес, то есть вот и в жизни на его поступки будет взирать и на его слова, тот того, говорит, и я не постыжусь, когда вот буду на престоле в Царстве Небесном. Откуда, говорит, постыдится меня и моих словес, того и я, говорит, постыжусь перед святыми ангелами. Ну и заканчивается Евангелие сегодняшнее, что, говорит, «Сотнецы от здесь стоящих, они, говорят, не увидят смерти, пока не возникнут благословенные гряды во имя Господне». И действительно, это увидели, вот это невкусившие смерти, увидели вот эту вот славу Божию апостолы. И архидьякон Стефан, когда в него кидали камнями, он тоже восклицал, говорит, «Я вижу Господа, стоящего одесною Отца Славы». И также это прежде всего видели и апостолы Иаков, и Петр, и Иоанн Богослов на горе Фавор. Они видели вот эту вот славу и беседу своего Учителя с пророками Моисеем Ильей и многие другие. И каждый из нас тоже, если вот посмотрит, знаете, что он, когда хотя бы немножко сходит на исходе, исповедуется, причастится, он вот эту вот видит радость внутреннюю, значит, вкушает, вкушает вот это вот такое состояние мирное. И, как и мы говорим на Пасху, Христос воскрес, а люди отвечают, «Воистину воскрес!» То есть, а когда спросишь, «А ты видел?» Не знаем, что ответит, то есть «Воистину воскрес!» То есть, «Я ни на кого не обижаюсь!» Вот я никого не хочу судить, мне не с тем не хочется ссориться. А почему? Потому что за нас пострадал Христос. Он принес за людей грешных себя в жертву. И вот поэтому нам радостно. Вот если и мы хотим, чтобы мир изменился, чтобы было все вокруг по-другому, мы должны вот удержать язык свой от зла, не осуждать, не обижаться, пожертвовать собой духовно ради, знаете, чем гневаться, обижаться и так далее. И тогда, конечно, вот если мы поработаем духовно в этом посту, распнем свою плоть, свои нехорошие желания и возродимся духовно, то, конечно, изменится и мир, и воскреснут наши мертвые родственники, и, значит, будут живыми, а не такими, вот что сейчас у компьютеров, значит, на какие-то увлечения, такие, знаете, которые они и сейчас ведут к погибели, и, значит, то же самое и наши ребятишки, в наших семьях, то же самое будет такое, вот мы можем сказать, что тоже будем видеть воскресенье Христово видели и в самих себе, и в наших детях, и в наших близких, и почувствуем такое вот облегчение, что и нашим мертвым стало намного лучше. Поэтому, вот взирая на этот крест, который выносится на середину храма, мы припадем к нему, облабызаем его, и со словами любви, благодарности, воскликнем, значит, Кресту Твоему, поклоняемся, Владыка, и святое воскресенье Твое славим. Аминь. Всех справедливо.